И в продолжении темы здравоохранения одна из важных тем на сегодня это обеспечение пациентов жизненно важными препаратами. Речь пойдет в частности об инсулинозависимых жителях региона. Проблемы были, об этом говорили и в профильном департаменте. Удалось ли их решить, и какова ситуация на сегодняшний день, мы узнаем, что называется из первых уст. Гость нашей студии, главный эндокринолог области Мария Яновская. Мария Ефимовна, здравствуйте. Добрый день. Так, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с препаратами инсулина в регионе? На сегодняшний день по информации отдела по лекарственному обеспечению Департамента здравоохранения Ярославской области имеется 3-4-месячный запас препаратов инсулина. Препаратов инсулина достаточно много, они разные, но в целом имеется определенный запас. А сколько сейчас в Ярославской области инсулинозависимых жителей? Ну, я вам скажу такую информацию, что всего больных с сахарным диабетом больше 50 тысяч. Это очень большая численность пациентов. Из них страдают с сахарным диабетом более 47 тысяч пациентов. И больных, кто получает препараты инсулина в качестве самостоятельной терапии или в комбинации с сахароснижающими таблетированными препаратами, порядка 11 тысяч человек, включая детей и подростков. А много ли детей в целом? В целом численность детей и подростков на территории Ярославской области около 300 человек. Это много в сравнении с другими регионами? Это средние показатели по заболеваемости в Ярославской области, а они таковы же, как и в Центральном федеральном округе. А какой тип диабета преобладает в нашем регионе? В нашем регионе, так же, как и везде, и в России, и в мире, преобладает сахарный диабет второго типа. Ну, нередки те случаи, когда больные жалуются на препараты отечественного производства. Вот здесь их жалобы, они обоснованы? Знаете, трудно сказать. Каждый пациент, конечно же, хочет для себя выбрать наиболее оптимальный вариант. Но не надо забывать, что в Российской Федерации действует стратегия «Фарма-2024». И согласно этим документам и вообще стратегии развития фармацевтического кластера в Российской Федерации до 98% лекарственных препаратов должны быть отечественного производства. Эта тема особенно касается тех препаратов, которые входят в линейку препаратов жизненно важных лекарственных средств. Вот то, что закупается по системе дополнительного льготного лекарственного обеспечения как для региональных, так и для федеральных льготников, процент импортозамещения на 2018 год составил 84, при российской нормативе – 88. Что касается отечественных препаратов, все они прошли государственную регистрацию как лекарственные средства на территории Российской Федерации. Наверное, это говорит, что система качества у нас достаточно строга, и говорить о каких-то различиях в механизме действия между оригинальными препаратами и препаратами российского производства. Не приходится об этом говорить, но каждый больной индивидуален. Есть же часть пациентов, кому и импортные препараты не совсем хороши, как мы хотели бы. А вот если больной сообщает своему врачу, что тот или иной препарат ему не подходит, то здесь какой алгоритм действий? Здесь алгоритм действий достаточно четкий, он уже отработан на территории нашей области. Лечащим врачом, то есть доктор, которому обратился пациент с тем, что препарат неэффективен, или имеется какая-то неблагоприятная лекарственная реакция, оформляется пакет документов на клинику и экспертную комиссию Департамента здравоохранения. При этом обязательно проводится консультация главного профильного специалиста, и вопрос решается в индивидуальном порядке. То есть эта система как была, так и существует. И для примера я скажу, что таких случаев не так уж и много. Вот мы проводили анализ в 2018 году таких заседаний, именно в связи с непереносимостью или какими-либо неблагоприятными реакциями за год было проведено 4, в этом году 11. То есть пациенты на самом деле информируют своего лечащего врача в первую очередь, а дальше документация отправляется на клинику и экспертную комиссию Департамента, и пациенту индивидуально закупается то лекарственное средство, которое необходимо. Да, Мария Ефимовна, большое спасибо за интересную беседу. И напомню, гостей в нашей студии была главная эндокринолог Ярославской области Мария Яновская. Редактор субтитров А.Семкин